Сегодня о многом поговорим, но я хочу сразу вручить такой подарочек Вере Лагутиной. Мы уже ей вручали на открытии выставки другие наши подарки. А это вот такая наша благодарность. Это в придаче. Спасибо. Александр Ильич, проходите сюда, пожалуйста. Сегодня день рождения Зинаиды Серебряковой. Марина Владимировна, сюда проходите, пожалуйста. Вот на первую. И этот день для людей, которые так или иначе причастны не только к нашему обществу, но, я бы сказал так, вообще к искусству, к высокому искусству, совершенно особенный. И у нас тоже сегодня есть подарки для вас. Были подарки и для нас с Владимиром Оглобленным и Евгением Алексеенко, Еленой Долженко, с которыми мы только что вернулись из Нескучного. И вот об этом мы поговорим. Но хотел я начать не с этого, а с того, что накануне открытия этой выставки раздался звонок. И одна замечательная дама, присутствующая здесь, меня спросила. Это теплосеть. Я сказал нет, но как метафору я это принимаю. Потому что действительно очень хорошая метафора. Вот наше общество это некая теплосеть, я так говорю. Потому что есть разные сети, да, мы знаем, мафиозные, всякие там, маркетинговые и прочее, да. Вот мы к ним не имеем никакого отношения. Хотя некогда Бьер Безухов мечтал о том, чтобы создать такую мафию добрых людей. Ну, как мы знаем, не очень это получилось. А как это написано, ведь так просто. Да, ведь так просто, да. Но это не очень просто. И вот именно потому, что у нас есть некий источник тепла, да, такой вот, идущий от Серебряковой, я думаю, и создалась эта выставка, и многое другое, о чем мы сегодня поговорим, тоже происходит. Потому что вот лично я всегда ощущаю как-то вот ее такой скромный надзор над всеми нами. И действительно какие-то подарки, которые она делает всем нам. Ну, я, пожалуй, вот с этих подарков, сделанных Зенитой Серебряковой, и начну. Потому что, как в прошлом году, у нас с Владимиром Оглоплиным были наибольшие подарки. Вот мы целый год как бы занимаемся Серебряковой, а наибольшие подарки происходят почему-то между днем ее памяти, днем смерти, 19 сентября, и днем рождения. Вот именно в этот период находятся какие-то новые картины, фотографии и так далее. И, пожалуй, мы начнем все-таки не с моих даже слов, а я приглашу Людмилу Фоменко, да, и Рудочка нам, ну, сделает всем большой подарок. Я по поручению семьи Федоренко, Евгения и Валентина, они поделились и дают дар из семейного архива вот эту бесценную фотографию. Она присутствует даже во Львове. Они, к сожалению, не смогли сегодня приехать в этом месте работы, но она передала, что долго колебались они, но, конечно, Михаил Михайлович всех боял, и, в общем, они расстались с ней. Ну, чтобы вы понимали, что это такое. Это оригинал фотографии, сделанной в Харькове в начале 20 века в фотографии Пицека на Московском проспекте, в начале улицы Московской, да, тут сзади еще есть. Но самое ценное — это автограф Серебряковый. Вот он здесь, вы все можете в моих руках посмотреть после нашей встречи этот бесценный автограф. Нами опубликована эта фотография в этом альбоме год назад, но тогда мы просто попросили переснять, и долго... Ну, я человек вообще очень как бы такой стеснительный, деликатный, и поэтому я совершенно не предполагал, что нам вообще это могут подарить. Но нас тоже будет. Да, да. Ну, а тем не менее, робко, через год, через год, я спросил, а может быть, все-таки, да? А вот здесь, да, вот год назад мы совершенно не могли сказать, что это за даму. А вот как раз буквально где-то месяц назад мы уже на этот вопрос можем ответить, и вам даже сейчас покажем эту даму, изображенную Зинаидой Серебряковой. А здесь очень редкая фотография самой Зинаиды, потому что в ее иконографии, которая как бы везде опубликована, этот образ совершенно не просматривается даже. То есть она такая, ну, как бы не очень узнаваемая. Но почерк ее абсолютно, как бы, узнаваемый. Вы можете сравнить с публикованными автографами, то есть сомнений нет, что это подлинник. Здесь есть текст, сейчас вы увидите его и на экране, а вам уже вывели, да? И вот такой текст. «Дорогой моей и верному другу Василисе от любящей Зины Серебряковой». Ну, вот видите, да? И тут мы сегодня с оглубленным ехали и размышляли вот об этой фразе. «Дорогой моей и верной» вначале было написано «подруге», да? А потом она как-то там записала сверху «другу». Вот разница между подругой и друг, она все-таки есть, как вы понимаете, да? Подруга — это так вот, подружка, да? А «друг» — это что-то уже, как мне кажется, более значительное, да? А кто такая Василиса? Это как раз вот и есть представитель этого рода Федоренко и вообще фамилия Дученко. И в этой книжке, в нашем альбоме, опубликованы ее воспоминания. Так что, ну, есть другие фотографии. И родственников, ну, тут вы их сегодня не увидели. Так что вот в наш будущий музей Серебряковой такой бесценный подарок мы получили. Ну, не знаю даже, куда ее положить. В карман лучше, в карман. В карман, да. В карман. Ну, пока мы полежим, полежим, полежим. Так. Ну, раз уже у нас открыли нашу презентацию, давайте тогда уже немножечко полистаем, да? Это у нас первая была картинка. Первая, да? Ну, вот предысторию вы уже знаете, теперь давайте дальше посмотрим. Вот. А вот как раз Наталья Салина, заместитель председателя нашего общества, нашла как раз этот ее портрет. И портрет, он находится в Нижне-Тагильском музее изобразительных искусств. Он называется «Портрет экономки». Ну, у меня и было такое предположение, что это экономка, то есть, ну, человек, как бы, не родной, но очень значимый в ее жизни. И, ну, это предположение, сделанное год назад, оправдалось. Мы ее увидим на некоторых фотографиях. Идемте дальше. В частности, вот здесь вы видите, она сидит, да? Мы ее тоже еще год назад здесь вычислили, но тоже вот не знали, как бы, ее статус. Так, ну и дальше, да. Ну, вот такая, как бы, одна была находка. И еще было сделано тоже несколько небольших открытий, опять же, в это время. Это вам всем хорошо известный патрет Галины Тесленко, который находится в Харковском художественном музее. Кто такая Галина Тесленко, наверное, вы знаете. Она была замдиректора музея археологии Харковского. И ближайшая подруга из Серебряковой в Харькове. Она ездила к Серебряковой в Питер, жила там некоторое время, общалась со всем этим родом прекрасным Бенуа. Об этом все написано в ее изумительных воспоминаниях. Это вообще лучшие воспоминания о Серебряковой. И Серебрякова не в Харьково, а не в Харьково, а именно в Питере, сделала ряд рисунков таких. И вот один попал в Харьков. Как он попал? Он мог и не попасть, на самом деле, как и все другое у нас не попало. А дело в том, что была дружна Галина Иларионовна с семьей Боголей. И как мне рассказывала Ольга Юрьевна Боголей, правнучка известного ученого Дмитрия Ивановича Боголей, нашего историка, что, собственно говоря, это она и ее родственники, с которыми общалась, приезжая в Харьков, Галина Иларионовна, она даже останавливалась у них дома, уговорили ее завещать Харькову, Харьковскому музею этот портрет. И сын уже после смерти выполнил это завещание. Так что спасибо семье Боголей за такой подарок. Харьков, у меня вопрос, не задавался ли, вот, извините, за тавтологию, таким вопросом. Такого рода изображений, если я не ошибаюсь, их три, по-моему, существуют. Да, вот сейчас я, я тогда сейчас и покажу. Дело в том, что их действительно, мне было известно три, но я всегда видел два в окрытых историях, а третьего я не видел. Один в Белгороде. Вот, вот как раз в Белгороде мы и нашли. Ну, это значит, что ты в Белгороде просто ездишь и там бываешь. Да, так вот, я не знал, что он находится в Белгороде. И вот такое чудо, тоже такой подарок судьбы. Мы открывали в Змееве нашу, можно дальше показать. Да, ну вот этот портрет Харьковский, как бы более крупным планом. А то, что вы видели, это была наша выставка. С чего все это начиналось, наше движение в Харьковском художественном музее, была выставка «Харьковские дворики», где образовался Серебряковский уголок, и отсюда как бы все пошло. Так вот, ну об этом по-третьей отдельно скажу. Так вот, мы открывали месяц назад в Змееве, в Кровеческом музее, выставку по местам Серебряковой Гайдары, и там после вечера ко мне подошла женщина и сказала, что у меня есть альбом, где есть работа Серебряковая. Если хотите, то, ну вот вы уедете, а я тут принесу вам, пересниму, перешлю. Я думаю, ну что она может показать, я как бы знаю все альбомы. Тем не менее, тем не менее, когда мне директор музея прислал то, что она сканировала, я просто чуть не упал в обморок, потому что действительно были работы из Белгородского художественного музея, я их не видел, к сожалению. В Белгороде я не был в художественном музее, и как раз там и был еще один, ну вот доселе мне неведомый портрет Кысленко, но это не он. Значит, этот портрет мы купили год назад в Питере Русском музее. За очень приличные деньги, полгода переписки, масса любезностей, и в конце концов, все-таки мы его получили и можем теперь его репродуцировать. Он не публикован, то есть ни в одном альбоме, вы его не увидите, в интернете его нет тоже. Дальше. Это еще один портрет, к сожалению, не нашли просто сегодня, но у меня есть его цветная версия. Он в Днепропетровском музее находится, та же самая Тысленко, и они его вначале атрибутировали в первом издании арбума этого музея, как портрет дочери художницы. Слава Богу, во втором издании они исправили, через лет 10 исправили эту ошибку, и сегодня они уже знают, что это портрет Тысленко. И вот дальше, получается, так, нет, таки тот, все правильно, вот этот вот, покажите, покажите, предыдущий, да, вот этот как раз находится в Белгороде, да, а купили мы в Питере, значит, вот в Патрете Кольской, Патрете Кольской, да, не этот, это тоже был подарок, потому что я его очень долго искал, вот этот портрет, я его очень долго искал в Цвете, и нигде, ни в одном альбоме, ни где его не было. И вот как раз вот накануне Дня памяти Серебряковой я в интернете задаю Патрете Кольской, вот он в Цвете, какой-то там далекий провинциальный русский музей, и кто-то там каким-то чудом его отсканировал, вот он есть, и теперь мы видим, как выглядит портрет Елены Никольской, выдающегося искусствоведа, которая спасала наше художественное наследие, Харьковский музей в годы войны. Ну и, наконец, вот покажите, предыдущий, да, а вот этот мы как раз вот купили в Петербурге. Вот такие у нас были маленькие и не очень маленькие находки. Но это еще не все. Дальше давайте посмотрим. Да, это вы видите нашу террасу Серебряковскую, да, с Филиппом Тиканем. Дальше. Это вот она же, это терраса, 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 лестница. Вот эту лестницу Николай Алексеевич, такой вот замечательный мастер, плотник, столер, под научным руководством Владимира Михайловича Лопатько, доцента кафедры реставрации Института строительства и архитектуры, мы сейчас общими усилиями, и благодаря тем средствам, которые были пожертвованы, ну, они жертвовались на квартиру, но средства были не настолько большие, чтобы что-то можно было думать о квартире, поэтому мы их вложили в такую вот реставрацию, реконструкцию, ремонт этой лестницы. Она теперь укреплена, и спокойно можно по ней ходить дальше. И, наконец, вот это вот еще одно открытие, самое важное, наверное, да, тоже в том же Белгородском альбоме, а Саша, наверное, его видел жильем, эту работу видел, да? Значит, в альбоме опубликовано было «Нескучное, 1911 год». Но когда я сюда посмотрел, мне все стало понятно. Я думаю, вам тоже. Как вы понимаете, вам хорошо там видно или нет? Там полумесяц вверху, да? Ну, мечети в Минске уже точно не было, да? И окно вот это характерное. И девочка тоже соответствующего возраста, да? Это явно наша конторская. И это вот 19-й год или начало 20-го. То есть вот такое, мне кажется, замечательное открытие у нас произошло. Мы подарили Харькову первым, особенно мусульманам и краеведам, нашу мечеть, как она выглядела, потому что есть фотографии. Давайте их посмотрим. Ну вот, это мечеть. Ну, на следующей она там более красноплана. Покажите, пожалуйста. Да, вот видите, да? Вот как она выглядела. Ну, в общем-то, видите, что это один и тот же образ. А Серебрякова вот с той самой террасы, она видела эту мечеть просто ежедневно, и не написать ее, конечно, она просто не могла. Тем более нам было известно, что у нее есть работа, которая называется «Мечеть в Харькове». Я не знаю, это эта работа или какая-то другая еще может быть, да? Но явно, что, ну вот, такой сюрприз мы получили. Такое маленькое приобретение для Харьковской Серебряковианы. Дальше что у нас там? Так, ну вот это у нас такой... Такой был сюжет, касающийся... наших находок. И я хотел пригласить Владимира Михайловича Лопатько и вручить ему в знак нашей благодарности альбом с фотографией той самой лестницы, правда, до реставрации. Ну и наш календарь на следующий год. Спасибо большое. Вот он обратился ко мне, говорит, там лестница есть, надо что-то с ней делать. Он посмотрел, она скрипит, и там упасть можно было. И он произнес слово «реставрация». Я говорю, какая тут реставрация? Дом надо реставрировать, а потом уже лестницу после этого. В конечном итоге я долго объяснял Михаилу Михайловичу, что реставрация, понятие растяжимое, что это ремонтная работа, которую нужно вот, ну, сохранить аутентичные вещи. И когда я попросил плотника Николая Алексеевича, говорю, ты найди где-нибудь там в подворотнях или там на заборах, старые доски, вот привези их, закрепи, затяни. Они, ну, худо-бедно, три раза переделывал, что-то крепил, что-то. Ну, в конечном итоге получилось. Поэтому не стесняйтесь ходить, не упадете. Она еще металлом стянута до нас была, но мы ее сохранили аутентичную. То есть есть такое понятие, что это вот руки прикасались, это вот, может быть, в тех времен и краска была, и ступеньки, там есть на одном месте еще одна ступенька, но не упадете. Дети бегают, там какая-то одна старушка, сказала, да что же они тут вообще сделали. А для меня это вот родное, аутентичное, для меня это очень важно. Поэтому у многих может возникнуть вопрос, реставрация или что это? Это так называемый ремонт для сохранения аутентичного предмета. Спасибо. Ну, и несколько слов буквально о нашем пленэре. Значит, вот что мы сделали в этом году летом? Летом мы провели международный пленэр. И вы видите, он начинался под дождем. Тут есть некоторые люди, которые стояли под этим дождем, среди присутствующих там. И, честно говоря, в виде этот правильной дождь, я сказал, ну так, сегодня же работать невозможно. Тем не менее, третья нашей группы пошла все-таки на конторскую и под дождем героически работала, ну а остальные в это время слегка пьянствовали. Ну, в общем, было определение обязанностей. Да. Потом, правда, так сказать, наверстывали. Поехали дальше. Пленэр был международный. Ну, в частности, здесь вы видите как раз на заднем плане нашу польскую художницу, а на переднем наш друг Игорь из Львова. Ну, и процесс работы. Это тоже наш друг Львовянин Юрий Ямаш. Ну, а вот одну из этих дам мы можем даже видеть здесь. Да, Оля Смолина и пан Адам, который нас совершенно потрясал. Почему? Потому что он буквально не расставался с кистью, с карандашом. И, ну, мы, например, ездили на экскурсию. И, ну, вот буквально мы говорим, Адам, у нас 10 минут, хорошо, и сейчас. То есть буквально каждую секунду он где-то останавливался, что-то там зарисовал. Ну, феноменальный совершенно человек. Дальше поехали. Это наш московский друг Нина Кибрик и Володя Сумской художник. Поехали дальше. Юрий Блинов, у которого сегодня выставка открылась в доме Нюрнберга. Он, наверное, еще не дошел или дошел? Вот это наша тоже львовская Марта Улки-Влюбыська. Тут есть ее работа. Работа Ямаша тут тоже присутствует на нашей выставке. А это великолепная Зоя Пилипенко. Вы видите ее замечательную баню, которая перекликается с Серебряковской, да? Ну и вот еще ее прекрасная Нюрнберга. Ну и на нашей выставке, мы вообще провели в результате выставку в доме музея Шульженко. Ну, ее работы были одни из самых интересных. Поехали дальше. Это мы в Веселом. Так, поехали дальше. А это уже у нас импровизированная выставка. Было очень важно нам выступить именно здесь. Почему? Потому что именно в этом доме находился некоторое время археологический музей. Именно здесь Серебрякова нарисовала целый ряд портретов своих знакомых, сотрудников в том числе. И, кстати, вот этот портрет, вот эти два портрета, они тоже созданы в этом доме. Портреты Никольской. Вот это именно здесь было создано. Это мы точно абсолютно знаем по воспоминаниям Галины Тесверка. И, да, и видите, такие ступени там были, заросшие травой, да? Мы специально эту траву не вырывали, такая вот трава-забвение, да? И между травой, кустами как раз и были расположены наши работы. Ну, это вот Андрей Бабаев, тоже художник из Москвы. Ну, вот такая вот динамичная, вот как раз Георгий Морлин тут поправляет какую-то работу. Дальше. Дальше давайте. Так. Ну, вот несколько работ, чтобы пролистали. Это вот дом как раз Серебряковой и новое здание мечети, вы видите. Новое здание мечети. Так, это все с этим. Ну, и два слова скажу, что прежде чем провести такой пленэр, я, естественно, провел некоторую исследовательскую работу. Кому интересно, она опубликована вот в этой книжке в «Милом городе моем». Я делал доклад на конференции в музее Шульженко. И здесь можно прочитать мою статью Харькова Зинаиды Серебряковой. С публикацией, кстати, и фотографий некоторых. Но тут далеко не все, что мне хотелось рассказать. И, к сожалению, ну, там по соображениям объема нельзя было все вместить. Но я принес пару раритетов, тоже вам покажу. Наш пленэр проходил в разных местах. Мы писали не только археологические музеи, бывшие у КЦ «Юность» нынешние, да, не только дом на Конторской, но еще и, например, работали в зоопарке. Почему в зоопарке? Потому что вот как раз мне Тамара Рыбакова, наш московский друг, искусствовед, подарила такую книжечку. Это, ну, в общем, единицы их остались в природе. Это одна из первых выставок Серебряковой. Как же это год? 1982. 1982-й, да, и в Новосибирске. И там, кстати, завершается тоже нюн, видите, да, Серебряковская. И тут был список, тут были опубликованы некоторые ее работы, да, а некоторые были просто перечислены из тех, которые были представлены на выставке. И среди тех работ, которые были в списке, значилась такая – цапли в Харьковском зоопарке. Поэтому я и поговорился, естественно, с дирекцией зоопарка, что мы идем изображать тех самых цапель, да, их потомков, которые находятся через сто лет в Харьковском зоопарке. Что было сделано, и великолепных таких вот цапель сделал, скажем, Володя Шандыба, ныне присутствующий, шикарные цапли, большой респект, да, и у Зои Пилипенко прекрасной, ну и других художников. А кроме того, еще вот в этой статье я пишу о таком событии, о котором харьковчане не очень знают. Дело в том, что Харьков не только спас голос Шаляпину, профессор Суркчи, вы знаете, да, но и зрение Серебряковой. Потому что в начале 900-х годов случилась трагедия у Зиночки, ну как мать пишет в письмах, больно видеть, как ребенок теряет глаз, и ничем нельзя помочь. Но, слава Богу, что они поехали не в Белгород, а в Харьков, потому что в Харьков был не кто-то, как профессор Гиршман, да, и Гиршман, об этом нет в письмах, но понятно, кому они могли поехать в Харькове, да, Гиршман ее, по сути, спас. И она прекрасно видела и рисовала до последних дней. И, конечно же, думаю, за это она была благодарна нашему городу. Поэтому наши художники тоже писали и дом профессора Гиршвана. Он, правда, очень изменился с тех пор, он перестроен, но все-таки, как бы, что-то там есть такое. Ну и ездили мы на Донецкое городище, и там тоже был пленэр, одна его часть, поскольку Серебрякова, как сотрудница музея, пешком, да еще и дворой, ходили из Харькова туда, и там они работали. Вот такие у нас... Это не все маршруты. Еще был, кстати, вот замечательный маршрут. Это улица Володарская, 36, бывшая Володарского, а сейчас она Семинарская, наверное, называется. Там, ну я давно об этом знал, что там есть дом профессора Никольского, это отца. А профессор Никольский это выдающийся вообще ученый, зоолог, профессор Харьковского университета. И я тоже прекрасно знал, что на его квартире до сих пор сохранилась табличка, с тех времен еще, с 1914 года, представляете, да? Так написано, профессор Никольский. И, тем не менее, ну я не решался, как бы, вот так вот в нахуй приходить, там, стучать и так далее. И тут уже просто пришлось, потому что мы писали этот дом, ну как мне постучаться? И вот мы с Ириной Андреевной Воронцовой, нашим другом, нет, Ирина Андреевна не пришла, мы таки набрались наглости, постучали, нас пустили, мы, конечно, были потрясены этими профессорскими апартаментами, там очень многое осталось еще с тех времен, то есть Семякова вполне могла бывать в гостях у Никольской, они очень дружили и познакомились с племянницей вот этой женщины. Ей за 80 лет, она химик по образованию, прекрасно помнит тетю Лену, что она нам о ней рассказала. Ну, в общем, вот такие у нас были события, открытия. Ну, ждем, когда семья Никольских что-то еще найдет интересное в своих альбомах, может быть, какие-то фотографии, и мы их опубликуем. Вот это очень коротко о том, чем мы занимались этим летом. Ну и летом и осенью выставка, которая у нас прошла, она будет в большем формате показана в Харьковском художественном музее летом, в июне, скорее всего, по местам Серебряковой Харьков. И мы еще эту же выставку повезем в Пархомовку. Ну, возможно, какие-то другие места. Ну, а эта выставка тоже еще попутешествует. Летом она тоже будет в Пархомовке, и будет уже в самом непродолжительном времени в другом формате в Чугуевском музее картины-галереи имени Рябина. Давайте сейчас сделаем музыкальную паузу. Я с удовольствием представлю слово Ирине Капкаловой. Ирочка, пожалуйста. Ирочка неоднократно принимала участие в наших пленэрах в нескучном, и в других местах, и в наших выставках, в том числе, и в мире. Пройдите пока, сядь. Немножечко хочется вас погрузить в атмосферу. Будем говорить конец 18-го века, начало 19-го века. И вот здесь, вы все знаете, горе, горе, моя пауза. Гори, горе, моя звезда, Звезда любви приветная И у меня одна заветная Другой не будет никогда Звезда любви, звезда волшебная Звезда любви, звезда волшебная Ты будешь вечно неизменною В душе измученной моей Ты будешь вечно неизменною В душе измученной моей Сидет ли ночь на землю ясная Звезд много плещет В небесах Но ты одна, моя прекрасная Горишь в отродных мне лучах Горишь в отродных мне лучах Твоих лучей Небесной силою Вся жизнь моя Озарена В море я Ты над могилою Горишь сияй Моя звезда В море я Ты над могилою Горишь сияй Моя звезда Ну и я хочу вручить Некоторые подарки Которые недоброченные Ну в день рождения Приятно получать подарки А вот лично мне всегда Вот в мой день рождения Всегда приятно их дарить И я это стараюсь делать Ну сегодня как бы от лица Серебряковой Делаю такие подарки И первый подарок я хочу вручить Олегу Ковалю Который был Ну во-первых он вчера прочел блестящую лекцию О жанре ню Во-вторых он был у нас председателем жюри Вот Той комиссии скажем так Которая отбирала работы Поэтому все шишки вы готовы принять Вместе на наши головы И Я даже сказал что Олег ты Санитар искусства Да, 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 потому что Отбор был очень суровый Мы отобрали Большую часть из того что было предложено И мало осталось за кадром Да И Олег неоднократно принимал участие В разных наших проектах Ну серебряковских кто была тот знает И И сегодня он тоже будет в сущности Модерировать нашу дискуссию Которая пройдет чуточку позже И мы дарим ему Книжки Ну наш альбом у него давно уже есть А Мы дарим книжку Которую он очень вожделеет Это Милиция Лапина университет В моей жизни Это действительно Как бы Очень Стоящая книга по краеведению Наш календарь Который мы специально выпустили К этой выставке Большой такой вот календарь Тут не только картинки Но еще И Тексты Которые я подобрал Очень уместные Именно в данной теме Можно будет прочитать Книжку Игоря Рымарука В переводах Натальи Бельченко Двух замечательных поэтов Русского и украинского И Билет в театр имени Шевченко На двух персон Называется Спектакль Зочина Квартира Полканова Да Вот такие наши Скромные АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и Давайте У нас тут Возможно есть Некоторые победители Которые к нам никак не дойдут Так Филипенко Зоя Не пришла Да? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот и зря АПЛОДИСМЕНТЫ А вот Кочмар Владимир Он тут как раз сидит АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте поприветствуем АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я думаю, что вы знаете прекрасно Его работы в городе Да? Знаете работы в городе? Ну в частности в саду Скульптур Или как он сейчас называется На улице Альминского Наверное вы бывали Видели там Есть прекрасные работы Наверное знаете Видите скульптуру Которая украшает Белгородский спуск Да? Знаете? Ну возле часовни Да Ну и ряд других И работы Владимира Сергеевича Вы видите в соседнем зале Ну вы видели конечно И на других выставках В других галереях Наши вам подарки Диплом победителя Календарь и альбом Мы с удовольствием вручаем АПЛОДИСМЕНТЫ 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 То у нас Осталось Пока пауза Объявление Что у Володи Сейчас замечательная Выставка В Куле Риппина В выставочном зале В совместе с Виктором Звольским Вот там Очень хорошая Представительная Сокранистка Кто Да Но будет Еще одну неделю АПЛОДИСМЕНТЫ Так И Шаховцов Александр Заслуженный Художник Украины АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Альбом У Сан Саныча уже есть Дарим ему Наш диплом Да И Вот Хочу сказать Что Эту лично вот не подарим Подарим вам афишу А вообще Это вот На афише Нашей выставки По Хайковскому пленеру Была прекрасная работа Александра Шеховцова Вот Дом на Конторской Вы видите Да? И в Благодарность Мы ее тоже поместили Спасибо Да Вот это вам наши скромные подарки АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так Натальи горошка нет Это Я видела Вроде была Горошка? Нет, не была А Так Лауреаты Среди Лауреатов У нас Пустовид Наталья Есть Наталья? Ага Идите сюда Значит так У вас нашего альбома нету? Нет Вот замечательно Дарим вам альбом Диплом Ну, прекрасную работу Натальи Можете посмотреть в том зале Вот Давайте ее поприветствуем АПЛОДИСМЕНТЫ Колтон Вадим Вадим Есть Вадим Колтон? По-моему заходил Нет, да? Хорошо Попозже Может подойдет Так Вербук Нина Семеновна Подошла? Вербук Так Глушич Олег Есть Олег? Нету Так Смородин Александр Вот Саша АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СЕРЕДАТАРАС АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не присутствует, но присутствует его дедушка Поэтому мы ему передадим тоже, благодарность и за это ситуация Так, а Лесничья Лена есть? Лена Лесничья? Есть, есть. А, Леночка, так. Ну вот я вам торжественно вручаю тоже... Так, у вас есть наш арбон или нет? Замечательно. Я вам дарю наш арбон, календарь и диплом-говориатор. Так, и еще. Владимир Аглобин подошел или не подошел? Еще не подошел. А Потапова Евгения есть? Идите сюда, пожалуйста. Так, мы вас тоже награждаем за участие в нашем... И Виталий Михайлович. Виталий Михайлович. Виталик. Ну, это вообще человек, которому, честно говоря, можно в ножке поклониться, поскольку Виталик издатель, наш давний друг, и благодаря именно его героическим усилиям этот альбом... Нет, альбом, а вот этот календарь, и один и второй увидел свет. Он не просто его издавал, но как бы отчасти, можно сказать, даже и спонсировал. Но Виталик помогал, естественно, нам и при наших пленэрных делах, поэтому мы с удовольствием вручаем вот эти издания. Ну, все остальное у Виталика есть, но еще мы ему дарим и билеты в театр имени Шевченко. Спасибо. А Буяджи, Оля, есть? Не подошла, да? Так, но... Воронцовой нету еще, да? Так, но есть у нас Татьяна Амелина. Танечка, идите сюда, пожалуйста. Так, Татьяна у нас помогала в наших пленэрных делах, и мы ей с удовольствием тоже дарим нашу благодарность такую красивую, и вот эти издания. Держите. Спасибо. И вот еще у нас небольшая осталась, нет, большая. Так, значит, Силищева Ирина, Ирочка, мы тоже вас благодарим за участие в нашем конкурсе и вам такие наши струнные подарки. Так, Тимченко Юлия есть? Нету, да? Так, ну, Александра Николаевича Лысенко нет, а Лященко Лариса есть? Есть Лариса Лященко? Да, замечательно. Так, спасибо вам за участие в конкурсе, это вот наши подарочки. Так, Крамаренко Николай есть? Да, тоже самое. Спасибо. Костюшка Нина есть? Нету, да? Так, Дубиняк Ира. Ирочка. Так, ну, вам не могу не подарить такую пылечку, посчитайте, да? Наталья Войценя. Да, пожалуйста. Так, держите. Это вам. Так, богачей нет, я так понимаю, да? Абонарская Люба нету? Так. Так, Чиженко Наталья нету? Нету. Тихановская Любовь есть? Ага. Так, ну, вас тоже поздравляю, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, Мосина нету, да? Нету. Так, Иванова Татьяна есть? Есть Иванова? Так, Дзюбенко Полина. Ага, так. Любите. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Габелкова. Ой. А где он? Только что? А, Иванова. А где у нас Дзюбенко Полина? Нету, да? Так. Габелкова Оксана. Нету, да? Так, ну, и остались у нас еще люди, которые нам помогают. Вот, в частности, Оксана Савенко. Оксаночка. Календарь. АПЛОДИСМЕНТЫ И вам счастливый билет, театр ПС. Держите. АПЛОДИСМЕНТЫ Оксана, непревзойденный кулинар. И сегодня, в завершение нашего вечера, вы отведаете ее и пироги, и что-то чуть-чуть покрепче ее производства. Так. АПЛОДИСМЕНТЫ А, Олег, мы еще вот такую грамоту тоже обращаем. И Виталию Михайлову придется еще раз выйти, потому что и за помощь в этой выставке мы тоже дарим такую грамоту. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, Оля бы от Жени пришла, как я понимаю, а вот Решетила, Станислав пришел. Этому человеку мы тоже чрезвычайно благодарны за то, что, ну, сейчас вы не видите, но на самом деле, вот этот экран скрывает изумительную работу художника Михаила Радонича Пестрикова, которая просто является музейным экспонатом. Так что, когда все закончится, вы не разбегайтесь, потом обязательно посмотрите. Ну, и вот вторая работа, которую нам предоставил наш коллекционер, это работа тоже, ну, в позднем времени, но тоже 25-й год. Да, 30-й год. Горобец. Да, да, художник Горобец, бывший директор Полтавского художественного музея. Вот наша благодарность вам. Спасибо большое. Ну, вот, как бы, пока все. И сейчас мы еще раз послушаем Ирочку Габкалу. Ну, или еще одна песня, это пастернатный чад. Ирочку Габкалу Милу-милу, по всей земле, во все пределы, Свеча горела на столе, свеча горела, Как летом уроем аж гора летит на пламя, Слетались лупья со двора, как в конной раме. В теле белой стекле кружки и стрелы, Свеча горела на столе, свеча горела, На зеленый потолок ложились тени, Вскрещенье рук, скрещенье ног, Судьбы скрещенья. И подали два башмачка со стуком на пол, И нос с лезами слой членом на платье попал, И все терялось в снежной мгле, седой и белой, Свеча горела на столе, свеча горела, На свечку дуну из угла, и шар соблазала, Вздумал, как ангел, два крыла крестообразно, Велаясь месяц в феврале, то и дело, Свеча горела на столе, свеча горела, И подали два башмачка со стуком на пол, И нос с лезами слой членом на платье попал, И все терялось в снежной мгле, седой и белой, Свеча горела, свеча горела, свеча горела. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Год назад была подписана эта книжка, вот альбом, Но никак не получалось нам встретиться, И, наконец, награду нашла героя, И мы дарим тебе еще предачу кое-что, да? Спасибо большое! АПЛОДИСМЕНТЫ А Марина Крячко, случайно, не пришла? Марина Крячко? Нет, да? Хорошо. Ну, а теперь мы, в сущности, Переходим к дискуссии о жанре. И вот как раз пришел герой сегодняшнего дня, Евгений Алексеенко. О, и Оля пришла, будет жить. Давайте мы сейчас вручим наше... Олечка, иди сюда сразу быстренько. Пока мы не перешли к другим процедурам. Да, значит, Оля получает аж две благодарности. Одну за помощь по работе над выставкой, А вторую... Стань только так, чтобы тебя тут видела вся страна. Да. И вторая за участие в пленэре. Оля была вообще одним из главных организаторов. Даже у нее дома жили наши ребята приезжие. И, кроме того, Оля замечательный дизайнер. И, кто помнит прошлогодний наш календарь, где были автопортреты Серебрякова, некоторые тоже получили подарок, да? Это делала Оля. И этот шикарный календарь тоже делала Оля, ну, с нашим, так сказать, идейным участием с Наташей Сальфой. Вот, поэтому, Олечки, начай. И тебе же где-то билеты в театр. Театр? Театр, да. Ну, ты не уходишь, я тебе подмогу. Театр, да? Вот, я обновил билеты. Нет, то не то. Да не то. Ладно, билеты в театр. Спасибо большое. Где ребята, которые жили, это просто прекрасно было. В общем, спасибо вам большое за хороших людей и за прекрасное время. Примеры я вас всегда люблю. Спасибо обществу. Здесь прекрасная атмосфера. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и Женечка, Женя, можно вас сюда привыкнуть сюда на секундочку? По-моему, вы все награды получили. Награды вы получили, да? Да, я не пойду. Награды не рассчитываете. Вот. Но мы сегодня с Женей и не доехавшим еще Владимиром Оглоблиным и Леной Долженко были в нескучном и не можем с вами не поделиться нашей радостью. Потому что мы были совершенно потрясены. Вот действительно, такой вот подарок неимоверный был. Потому что мы... Я когда подержал, звонил председателю сельсовета, не берет трубку. И мы остановились по дороге между нескучным и веселым. И по полям разбрелись наши фотографы снимать. Ну, можете представить там лужи, снег, все это дело. И... Ну, звонок мне от председателя. Вы мне звонили. Я говорю, да. Значит, а вы где? Я говорю, а я только что приехал из нескучного. Я говорю, а мы как раз едем нескучное. И... Я когда проезжал, видел там какие-то люди ходят по полям, что-то делают. Я говорю, так это же как раз и мы. Вот. И... Ну, вот... Это один из этих вот героических людей. И... Когда мы приехали, то мы увидели, что... Почему, представьте, он потом вернулся, и мы уже вместе провели остаток дня. Возложили цветы, зажгли лампадки. И возле могилы, естественно, ну, условной могилы, кенотап отца Серебряковой Евгения Александровича. И к тому месту, где стоит мемориальный знак, где была усадьба нескучная. И там есть такая доска мемориальная. Возле дома, это бывшая школа, чуть позже клуб. А с прошлого года это культурно-технический центр памяти семьи Лансера и Бенуа Серебряковых. Так вот, еще мы виделись с Александром Николаевичем Славченко, ну, меньше месяца назад. И на вопросы, что и как, он говорит, все глухо, все... Ну, в общем, понятно, денег нет и так далее. Вдруг мы приезжаем и видим сегодня, именно сегодня, вот в день рождения Серебряковой, там кипит работа, там перекрыта крыша уже с современными материалами, там внутри убрана сцена, там куча материалов завозится. То есть там уже реально создается настоящий культурно-технический центр. Очень такой, ну, куда не стыдно будет привезти и людей из Европы. То есть вот как вот за этот месяц нашлись деньги, я не знаю, но вот работа буквально кипит. И вот с нас предатель требует, значит, какие были интерьеры у Серебряковых и так далее. Дом не сохранился, но как бы определенный макет, ну, там будет воспроизведен какая-то типологическая мебель и другие задумки. Ну, в общем, вот такое дело. Женя, ваше впечатление, расскажите о сегодняшней поездке. Ну, начну с самого последнего впечатления. Я пытался померить глубину самой длинной речки Харьковщик. Ну, не самой длинной, четвертой. Ну, сказали, да, одной самой длинной, 28 километров, вот я пытался померить. Речка Муромка. Провалился, ну, почему и задержался сейчас. Исправлял ситуацию, говорит, под машину свою. Женя шел по тому мостику, по которому Зина некогда бегала к горе и нескучному на хутор Серебряков. Ну, там не мостика. Ну, такой перепол условный. Да, схема. Ну, это вот одно из последних впечатлений. Конечно, впечатления, просто слоги не хватает для выражения. Во-первых, я виртуально вообразил в себе вот эту зимнюю ситуацию, когда зимы не было. Там не скучно. И напросился, буквально напросился, чтобы поехать в любую погоду, на любых условиях. Так и получилось. Оказалось, погода нам способствовала, потому что, когда мы по трассе ехали, это рассказывал, когда Михаил Михайлович остановился оглоблен, направил, дальше ехать невозможно. Снимаем. Мы снимаем и пошли по полям. Конечно, я доволен тем, что я наснимал. Я не видел, конечно, что там. Мэтр снял, конечно, красный. Мэтр, кстати, это все покажет. Очень скоро в Харьковском художественном музее будет его выставка весной. То ли апрель, то ли май. Следите за рекламой. Поэтому я счастлив в этой поездке, полон сил и надежды. Ну, это как фото. А я же художник, поэтому я хочу это все превратить в акварели. Ну, такие серебряные, серебристые, посвященные серебряковые, они должны быть. Сегодня день серебряный. Ну, вот, двух словах. Ну, может быть, я закончу... Стеотворение. Да, вот это стеотворение, которое, правда, оно не сегодня. Сегодня у меня тоже там созрелись трофы. Ну, их надо еще хоть доработать. То есть там не полный цикл. А вот в прошлый раз, когда я был в стеотворении, пошло, и мы зашли в эту комнату, я его вспомнил. Потому что оно там родилось, в этой комнате, где делается сейчас музей. Микрофон. 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 Среди имен полузабытых сквозь пелену седых времен Ваш милый взгляд душе открытой, Сердцам потомкам устремлен. Укажу стрелки циферблата. Вот благодатный час настал, Когда у назначенную дату Восставят вас на пьедестал. И вот сегодня Начало этого часа было отмечено пьедестал. Мы укрепляем память Об этой знаменитой, великой Нашей земляшкой художнице. Любимой нам всем. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас сегодня еще планировалась небольшая видеопрезентация, Но мы решили ее редуцировать И покажем вам Такой небольшой сюжет По открытию этой выставки, А также видеофильм Татьяны Бабиной О Нескучном И о нашей немножко деятельности. 15-го числа Мы вас приглашаем Будет Ну, в сущности, как бы Мой вечер Он будет называться поэтическая ню Но будет и Такой бонус Немножечко картинок Да? Серебряковских. А сейчас Я передаю слово Олегу Ковалью, да? И Тут присутствуют Наши художники Ну, я, наверное, не буду пока Представлять, да? Или представить Представить, да? Ну, хорошо. Ольга Смолина Ирина Селищева Саша Смородин Александр Шила Михаил Поплов Олег Коваль Александр Шаховцов Владимир Кочмар Викентий Пухарев И У нас еще в зале Есть ряд художников Мы всех приглашаем Вот Александр Юхман подошел То есть Всех мы приглашаем Принять участие В дискуссии Наталью Войценю Просим присоединиться К разговору И Тема наша Ню Серебряковой В контексте Мировой живописи Ну и современных трендов Вчера была лекция Немножко разговор Об этом шел Но, во-первых, далеко не все Были на этой лекции Да? Поэтому, может быть, уместнее Олегу все-таки начать Какое-то вступление сделать, да? Ну, а потом уже Не знаю, нужен микрофон или нет? Лучше пусть он будет, да Добрый день, еще раз Вчера мы пытались Осмыслить Природу этого жанра В изобразительном искусстве На материале Классического Зарубежного искусства Искусства Серебряковой Современных художников Европы Украинских И Понятно, что Вне исторического Контекста Это, наверное, делать невозможно Как Любая тема Связанная с Достаточно Плавающими Категориями Жанровыми И Стилистическими И Материал, который Связан был Непосредственно С Серебряковой Вот Позволял Прийти к выводу О том, что Ню в ее творчестве Занимает не исключительное место Но Выходит за границы Этого жанра И в силу Определенной Монументальности В силу Определенной Стилистики Работы с обнаженной натурой В подходе К Вообще Понятию И так далее Но Сегодня Благодаря тому, что Есть такой Замечательный объем Гостей и художников Есть возможность Действительно Вот Опираясь на то, что мы видим Непосредственно И то, что мы помним И знаем Обсудить Какова же природа Ню Насколько этот жанр сегодня Востребован Насколько он существует В сознании Зрительском И художественном И Попытаться Спрогнозировать Его Его Возможности Повторюсь Еще раз Что Мне близка Мысль Кента Кларка Который говорил о том, что Нагота Обнаженность Нагоя Это не предмет искусства А его форма И поэтому Жанр Ню На мой взгляд Достаточно Локален В своих временных Исторических Стилистических Возможностях Вот Викентий Я знаю Может рассказать О современном положении Ню Украинском искусстве Я приглашаю К этому Разговору Начать Пожалуйста Спасибо Я Хотел бы действительно Сказать Что Проблема Ню она Звучит очень остро И Ну Позволю себе Не согласиться Знаете Опираясь на хотя бы Известную поговорку Платон мне друг Но истинно дороже С нашим уважаемым Гуру Михаила Михайловичем Красиковым Который Очевидно Предложил это Замечательное название Все же Фигура Серебряковой Ну Вряд ли Определяет Тренды Современной культуры И Наверное Многие Со мной согласятся Что это Наверное Печальное Обстоятельство Скорее Нежели Вот какая-то Нейтральная Данность Но Дело не в этом А дело в том Что все же Традиции Реалистической Живописи Традиции Академического Искусства Основополагающей Скажем так Задачей Которого Всегда Было Есть И Надеемся Будет Оставаться Знакомство Студирование Человеческой Человеческой Фигуры И Ее Естественной Первозданной Версии Обнаженной Натуры Этот жанр Или Эта тема Наверное Так действительно Будет точнее Этот мотив Даже Можно сказать Даже чуть-чуть Шире Не только искусства Но и художественной Практики Художественного Образования А это Как бы не всегда стоит Отождествлять Даже если мы С такими как бы Высокими Обрастами Прошлого Имеем дело В данном случае На этой выставке Тем не менее Этот Объект Да Наверное так Еще будет точнее Сказать Присутствовал И присутствует В творчестве Художников Украины и Харькова Ну наверное логично Будет остановиться Все же Нам на Харьковской Ситуации На наших Пенатах И тем более Что Ну конечно Будет некоторым Перевеличением Сказать Но Ради красного Словца В день рождения Нашей Великой землячки Скажем Что наверное И нынешние художники Вдохновляются Той же красотой Что и Зинаида Евгеньевна Столетия назад Хотя Ну справедливость Ради сказать Мы Узнаем Что творчество Серебряковой Не исчерпывается Только Харьковским Периодом И соответственно Тема Обнаженной Натуры Она также присутствует В разные периоды Ее творчество Но Как Любят Повторять Многие Крайведы И так сказать Рыцари Ордена Серебряковой В кавычках Разумеется Серебрякова Даже В марокканской Экзотике Старалась Найти что-то Для себя Близкое Родное Знакомое Нескучное И Вот Харьковские Художники Они Крайне Редко Выступают С этим жанром Как вот Какой-то Самодостаточной Частью Своего Творчества Мы За исключением Вот этой Например Выставки Не встречали В течение Допустим Текущих Нескольких Лет Ничего подобного И в деятельности Харьковской Организации Национального Союза Художников Украины Пускай меня поправят Старшие Коллеги Была Только Одна Выставка Ну по крайней мере В течение последних Восьми Наверное Десяти лет Посвященная Специально Этой Тематике Я Специально Как вы поняли Избегаю Термина Жанр В данном случае Поскольку Как и эта выставка Так и многие другие Они часто включают Очень разногрудные Произведения Это и учебные работы Коих здесь Великое множество Хотя они В таком Достаточно творческом Переработанном Виде присутствуют Это и Произведения Которые Обращаются К обнаженной натуре В контексте Истории Вот как например Сейчас мне Хорошо видно Отсюда Работа Вадима Колтуна Которая посвящена Индийской Традиционной Культуре Религиозным Аспектам И там Как вы понимаете Обнаженное тело Имеет Свою особую Символику И Наверное Считать эту работу Проявлением Как бы темы Ну вот так сказать Любования Лишь Обнаженным Телом Вряд ли Будет Справедливо Ну и как и вообще По отношению К культурам Далеко уходящим В прошлое Ну и современные художники Трактуют Средствами Изображения Обнаженного Тела Человека Мужского И женского Трактуют Совершенно Разные темы Совершенно Разные эмоции Совершенно Разные идеи Вкладывают В эти нередко Изображения И Если говорить О той форме Современной Культуры Которую Принято называть Актуальным Искусством Современным искусством Контемпорари Арт То в этой Области Присутствует Такое важное Понятие Как Телесность Философски Осмысленная Целым рядом Мыслителей Второй половины двадцатого века И наших Современников Это понятие Часто Находит Выход Именно в таком Проявлении Хотя само слово Телесность Как вы понимаете Не предполагает Исключительно Обнажение Но тем не менее Именно Обнажение И Нам часто Демонстрируют Но Повтоюсь Идеи Которые Населяют Эти образы Они Чрезвычайно Скажем так Полярны От Темы Травмы Темы Насилия Темы В конце концов Войны До Вещей Максимально Абстрактных Максимально Скажем так Метафизических И не Определенных Какой-то Конкретикой И злободневностью Тем более Существуют Совершенно Разные Вариации На Вечную Тему С другой стороны Харьковская Художественная Среда Или Харьковская Художественная Школа Если хотите Всегда отличалась Известным Консерватизмом И в этом смысле Наша Выставка Является Ну мне кажется Ярким Подтверждением Консерватизма В хорошем смысле Консерватизма Как Территории Где Традиция Где Классическое Художественное Наследие Где В общем-то Вечные Гуманистические Ценности Так Скажем Имеют Не последнее Если не решающее Значение И не случайно Эти образы Хотя и датированы Часто 16-м Годом Они Хранят В себе Вот какую-то Вневременную Свободу И Вневременную Связь Возможно В том числе И с творчеством Художников Типа Зинаиды Серебряковой То есть Художников Для которых Духовное И телесное Часто могли Сливаться В едином Образе Быть нераздельными И Вот эта связь Она Часто Обращала Внимание Именно Художников Наверное в меньшей степени Исследователи Искусствоведы Присутствующие Согласятся Что Мало Уделено Внимание Тематики Обнаженной натуры В творчестве Серебряковой Как Специальные Проблемы Как Какого-то Скажем так Момента Анализа Индивидуального Вклада В эту Общую Проблематику С другой стороны Все Художники И здесь Даже на открытии Звучали Подобные Откровения Они подчеркивают Какую-то свою Связь С этой Замечательной Художницей Начала 20-го века Я Не являюсь Исключением Должен отметить И Возвращаясь Все-таки В какой-то Ситуации Я не знаю Требуются ли от меня Какие-то Конкретные имена Наверное Формат Круглого стола Они предполагают Такую глубокую Детализацию Тем более Здесь присутствуют Художники И как минимум Они могут Выступить От первого лица Ну если Скажем так Какие-то От меня Комментарии Потребуют Потребуются Или Возник У меня Желание Что-то Непременно Высказать Я С удовольствием Еще верну Себе эту возможность Пока Благодарю За внимание Себе Аплодисменты Возник В этом искусстве И еще один Такой момент Хотел бы Чтобы мы его не забыли Кто-нибудь из гостей И участников дискуссии Его обсудят Мне неоднократно Встречалась Мысль В искусствоведческой Литературе О том что Ню это Жанр Мужской Преимущественно И что Начиная Буше Заканчивая Мир В нем Преимущественно Творили Мужчины И вот этот Мужской взгляд На обнаженное Женское тело Он накладывает Определенный отпечаток Мне бы хотелось узнать У современных художников Так ли это Полагают ли они Что это именно Мужское дело И я поэтому даю слово Александру Александровичу Александру Александровичу А вот тогда Александру Силовичу У нас когда-то была выставка Благодаря Александру Силовичу Шива Он Много лет И Как руководитель Был Независимая студия Рисунка Хочу Передать Вам Слово Почему Потому что Потом у нас была выставка В Добе ученых Есть Маленький буклет Санатация Александровича Называлась Это Выставка По-моему Нюра Может быть Я знаю Но Ню И Ра Вот я хочу на тепловых сетях Как остановиться Здесь Уютная Теплая остановка Владая Обстановка Владая Конечно Публике И Людям Которые Имеют Отношение В студии Где Мужчина Один Там Не было Женщин Кроме Они Они Занимались И Единственные Позак В русском В русском музее Была Большая Выставка Серебряковой Которая Так и называлась Обнаженная И это было Фактически Собрание Того Что делалось В России До Эволюционный До эмигрантских Период И того Что было сделано Затем Во время Эмиграции То что было Предоставлено Фондом Серебряковой Вот Наследниками Тогда еще была Жила Екатерина Борисовна И Она Как бы была Распорядительницей Этого Наследства Вот И Очень представительно Повторяю Была Так сказать Эта тема Заявлена На этой выставке И вот там Замечательно Действительно То что Понятие Серебрякова Как бы Много Аспектов Жанра Продемонстрировала И В монументальном Плане И Опять таки В тридцатые годы В Европе И Не будем забывать Что Во время Первой мировой войны Именно Ей был Дан заказ На Эскизы Росписи Казанского Вокзала Это Совершенно Замечательные Такие Тонда Которые К сожалению Оказались Нереализованными Да Сама Эта серия Тонда Она Просто Замечательно Со всех Точек зрения С точки зрения Рисунка Колорита Композиции И всего прочего С точки зрения Того Как В монументальной Форме Решается Эта тема Ноженая Натур С другой стороны У Серебряковой Эта тема Развивается И в плане Портрета И вот Здесь В альбоме Есть Замечательные Портреты Там Ольги Казимировны Лонсеры И целый ряд Портретов Которые Были сделаны В эпоху во время Эмиграции В период эмиграции Вот Ну и наконец Это вот эти вот Почти постоянно Так сказать Пребывающие В ее альбоме Наброски Которые делались В течении Фактически Всей жизни Это и композиционные Наброски Такие вот Неосуществленные Часто вещам Диану В частности И к тем Вещам Которые осуществлены Которые мы Замечательно знаем Такие компании Вот эта ее знаменитая Ну одним словом Это вот такая сквозная Как бы тема В творчестве Серебряковой И она вот сейчас Повторяю И так сказать Представлена Выставочной Издана Был хороший альбом И станут К этой выставке В этом Выставке Русского музея Так что в общем Эта карта Более или менее Разворачивается Так Ну а теперь Если позволите Я вот обозначу Те некоторые Так сказать Соображения Вот по поводу Этой самой темы Которая Вот понимаете Она опять-таки Как бы в самых разных Ракурсах существует Вот В пластическом Творчестве Но она каждый раз Оказывается Связана с темой Искусства С темой Самоопределения Художника в искусстве С темой Концепции формы Вот то о чем я пытался Говорить во время Открытия этой Выставки Тема модели В живописи Графики и скульптуре Постоянно Постепенно Превращается В самостоятельный Жанр Несмотря на то Что оформился Он сравнительно Поздно Традиция подобных Изображений Уходит в глубокое Прошлое Едва ли не в палеолит Искусство Смотрится в эту тему Как в зеркало Обнаруживая в нем Свою собственную Подлинность и сущность Тема модели Вневременна Но Что происходит с самой Моделью Она часто Помимо воли Художников Оказывается Неразрывно связана С образцами Современные мастера Визуальной культуры Это сходство Определяется Не столько Обликом натуры Сколько Настройкой Глаза художника Кстати это очень Хорошо демонстрирует Эта выставка Настройкой Глаза художника Который склонен видеть В натуре те черты Которые актуализированы Временем Образцы моделей Образцы моделей Становятся узнаваемы Не как отдельные характеры А как типы Лирические Или островыразительные И гротескные Эти свойства Художественного видения Пронизывают Собой всю практику Штудии моделей В истории искусства Ее феноменология Была разработана Еще в средневековой Схудастической Классификации Наготы Натуралис Выражение естественного Состояния человека Хотя тут я не соглашусь С Викентием Поскольку Сегодня естественное Состояние Это в галстуке Оказианализ Выражение бедности Виртуалис О значении невинности И криминалис Порочности У каждой эпохи И более того У каждого созерцателя Тем самым Возникает возможность Самоопределиться В своем Отношении Ее исторический Генезис Пережил Несколько этапов Современное ее прочтение Гнездится В ренессансном Антропологическом Перевороте Идеал Возрождения Стремился К синтезу К диалектической Противоречивости В раскрытии темы А оттуда Перешел Классицистический Образец Уже Апологии Совершенства Далее Развитие тела Потребовало Переоспосления Самого понятия Совершенства Которое стало Перпетоном Мобиля Изобразительного Искусства Сегодня Здесь Борются И Диалогически Взаимодействуют Романтические И классические Подходы К интерпретации Натуры Связанные С поисками Либо Нового Либо Вечного Говоря о классической Ориентации Я имею ввиду Не историческую А типологическую Характеристику Классическому Мышлению Герметизму И рационализму Которое Можно условно Противопоставить Ориентацию Романтическую 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 Модернизм Простите И постмодернизм Тяготеют К этой последней И потому Представляются Неустойчивыми И не самодостаточными Они требуют Для собственного Раскрытия Антагонистов От которых Могли бы отталкиваться Отрицая Которые Могли бы утверждаться Это не самостоятельно Сделает их И утомительными И утомленными Что сейчас Наблюдается Пожалуй Как никогда Явственно Классическая Ориентация Именно в силу своего Герметизма Как-то иначе Соотносится Со временем Живет В ином его измерении Тлящимся Но не приходящим Свойственная Классицизму И иерархия Жанров Переживает В ходе такой эволюции Инверсию Высокого И низкого Особенно наглядно Она становится В самом Факте Превращения О студии Из маргинальной Учебно-испомогательной Формы Самостоятельный Жанр Именно здесь Классичная По своему Происхождению Жанровая тема Становится Поводом для Романтических Переживаний И интерпретаций Давно было замечено Что творчество художника Не только акт его воли Хотя конечно в первую очередь Ее За нею стоит Некая сила В просторечии Весьма не точная И приблизительно Именуемое Вдохновение Но что именно Вдыхается В произведение Проводником Чего становятся Глаза, руки Наконец душа Художника Может быть один из самых Ёмких ответов На этот вопрос Дала Марина Цветаева Писавшая о лирике Безглагольной И беспомощной Несущей Без нас Поэтом Это Замечательно Есть у нее Письмо Ахматовой С которой У нее были Довольно сложные отношения И вот там Она заканчивает Поразительно Это письмо Она пишет так Когда не я То кто же Мои стихи Напишет вам И проблема Здесь не в том Что кто же А в принципе Кто напишет И заканчивает Она поразительно Нас мало избранных И мы не вправе Мы не вправе Не написать Это Пушкинская Это Пушкинская Но Цветаевская И мы не вправе Так вот Несущий Без нас Поэт Работы Которые Которые В повседневности Художественная Мастерская Мастерская Обычная Обнаженка И является Неотъемлемой частью Ее мифа Весь Ежедневно Повторяющийся Историй Пегмалионной Галатеи Сотворение Произведения И сотворение Мира Разговора Творца И творца Модель в пространстве Мастерской И глина И завершенный образ творения Художник и творец И смиренный Послушник В эпохе мировой гармонии Когда в стройной картине мира Все расставлено по своим местам Мастерская Художника Недалеко уходит За рамки бытового жанра Образцы которого Нам оставил Гермия В эпохе кризисной Мастерская напоминает Своими разломами И расплениниями Им подвержены И модель И сам художник Поле битвы Из руин которого Вырастают причудливые Фантасмагории Пикассо Но между этими Полярными состояниями Есть Точка передышки Когда кризис Уже миновал А синтез Еще не осуществлен Именно в такие моменты Появляется Легкая Тихая графика Когда фигура Лепится в листе Парящим Рощерком Линии Следом Мимолетного Жеста Едва уловимыми Прикосновениями Руки Со следами Сангина Угля АПЛОДИС 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 Хотел бы предложить Скульптору Да Я не готовился Ну да Вы всю жизнь Готовитесь Потому что кто как не скульптор Вообще с этой натурой Имеет дело Непосредственно И больше всего Или они правда Ну да Это классическая скульптурная тема Художники Модель Ну вот Саша сказал Что это древняя тема Такая Неолита Художник работал с моделью И он Ну Просто как бы не хочется Все это как бы В историческую справку такую превращать Но Дело в том что Мы тут о многом сказали Но В каждое время В каждую эпоху Была Своя философия Отношения К женщине Сейчас Вся философия Вся история Смешалась Но в то же время Мы уже как бы Прошли все эти этапы Вот которые были Накоплены Человечеству По отношению Вот В этой теме Вот А теперь Получилось так Что Все равно как бы Мы живем свое время И мы не можем Решить сразу все задачи Одновременно Которые решались до нас И И Мы должны все равно Быть как бы Первопроходцами В этой теме В свое время Вот В этом вся и проблема состоит Что Когда художник Остается наедине С моделью То Это в принципе Как бы Такой особый Особый такой Момент истины Наступает Чистая форма Которая Как бы создана Богом Да И Художник За спиной у которого Стоит уже Вся культура Изображение Женского тела И Ему надо быть Самому Художником И В то же время Что Как кто-то говорил Что Пикассо настолько Гениально рисует Что там чувствуется Его новизна И вся история искусств Как бы Вот И в этом Как бы Сейчас Мы находимся В этом Пост Модернистском Таком состоянии Где еще Новых каких-то Выходов Как бы Мне кажется Еще нету У нас Есть шанс Наверное Что-то Сделать Вот Еще Можно сказать Что Что Когда Работа С моделью Осуществляется То Там Художник Обнажает себя Как художник На все 100% То есть Там Сразу Виден Его Культура Его Профессионализм То есть Его Интеллект То есть Если Художник Соприкасается Он может Обмануть Во многих Вещах Там Зрителя Но Когда Художник Соприкасается С чистой Гармоничной Формой Тут Он сразу Как бы Раскрывает себя Как бы Полностью То есть Если Надо посмотреть Что за художник Надо посмотреть Как он рисует Или Лепит Или Пишет Обнаженную Модель Сразу Становится Ясно Может Он ее писать Или Ему еще Надо потренироваться На окошечках Ну Я не готовился Я сумбурно могу Сейчас Многие вещи Вот так Дергать Поэтому Бакал Спасибо Аплодисменты Монументалисты Ну Я вообще-то Хочу поделиться Своим отношением К обнаженной натуре Художник Работает пятно Когда Перед ним Плоский холст Или Лист бумаги Вот И Даже Проанализируется Те работы Вот Которые Перед нами Стоят Здесь Из коллекции Ну Из коллекции Вот Мы Я на них смотрю По художникам Я вижу пятно Обнаженное тело Особенно Женское Это Ну Во-первых Это самое Вдохновляющее У художника Наверное Точно так же Как и скульптора Там форма Потому что Именно Когда В обнаженном Женском теле Ну Сочетается И Красота Духовная Которую Ты чувствуешь И Формальная И когда Все это Соединяется Видишь Тогда Получается Высокое Происведение Искусства А Герыч 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 смотрит своими глазами на женское дело, на женщину вообще. И тут вот говорит женщина, то есть я. Что такое женщина-художник, пишущая обнаженную натуру? Это прежде всего утверждение самой себя, поиск самой себя. И, извините, может быть, за пафос, раздвигание локтями и определение своего места в этой жизни и, к сожалению, в мужском мире. Мы с вами женщины-жена в мужском мире. И вся мебель, вся архитектура выстроена под мужскую ногу и под мужскую руку. Допустим, женщине было бы удобнее сидеть на стуле, который немножечко меньше по высоте, да? И ступать по лестнице намного меньше лестничный проёт, чем сейчас мы имеем на сегодняшний момент. Так вот, возвращаясь к теме Серебряковой, она одна из первых художниц, которая писала обнаженную натуру. И я думаю, живя сто лет назад в мужском мире, как мы сейчас живём, для неё тема Ню очень значимая была. Потому что, опять-таки, утверждение себя как художницы. Ведь её не сразу восприняли как художницу, как полноценную художницу. Именно не художницу, а художника. Поэтому сейчас вот женщина-художник, пишущая обнажённую натуру, это для неё тоже, как бы, средство выражения самой себя в мужском мире. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу предоставить слово одному из проницательных дискутантов, так можно сказать, Александру Юхману, если можно. Я тоже знаю. Саша, подойдите сюда, пожалуйста. У нас в художнице был такой разговор небольшой, умысл очень длинный, о том, что жанр Нюр несколько умер в силу того, что уже рассекречены запреты и многое спрятанное обнажилось. Если ты пересказываешь, тогда я вообще неизвестно что, тем более, что данная выставка, я прошу прощения, что никому на спину не стоял, материала для этого не даёт. Это как бы другой привлечённый материал. Тем не менее, хотя Харьков даёт, вот тут дивная вещь, живопись, графика. А вот одного из современных искусств, которому Харьков, в общем-то, известен в мире, нет фотографий. А это очень забавная штука. Потому что, когда мы говорим о наследии Серебряковой и традиции Нюр в связи с Харьковым и Харьковскими художниками, то тут совершенно нельзя пройти мимо тех коллизий, которые, начиная с Серебряковой, в течение XX века вообще в этом жанре происходили. Она очень интересная штука. Я вот говорил Миша Красикова, что жанр, которым я сейчас не занимаюсь, и поэтому что обсуждать. А с другой стороны, вот тут интереснейшая вещь, Нюр у Серебряковой есть выражение вообще действительно невероятной гармонии. Потому что там, где в Париже это попытка восстановить эту гармонию, а до 1917 года в Нескушном, это невероятно гармонично, это райское место для Нюр. Это счастливая любовь, это дети, это какие-то вот такие специфические соседские отношения. Это дом, да. Это дом, причем дом невероятно гармоничный. И это невероятно гармоничная жизнь. И она молодая, очень красивая. И это Ню, это Ню постарали. Это Ню абсолютно невинность. Вот. Ну, в той же средневековой классификации. Потом, когда происходит катастрофа, для нее это катастрофа, 1917 года. Вот. Когда она остается одна с детьми, когда она пытается выбраться из этой страны. И дальше она выбирается, и как бы это уже Парижская линия, это как попытка восстановить эту гармонию. И это одна сторона, это линия как бы Зинаиды Серебряковой. Другая линия возникает совершенно вот в советском уже искусстве, и в искусстве не только советском. Это линия 30-х годов, где тема Ню становится темой биомеханического молодца. Это такой сталинский вариант, гитлеровский вариант, тоталитарный вариант, где обнаженность – это демонстрация силы и здоровья. Да, такая официальная обнаженность. И в этом смысле Дейнека мало чем отличается, там, предположим, знаменитых немецких живописцев того же времени признанных, потому что они все. Причем Дейнека еще не самый, это формально изысканный вариант этой темы. Вот. Потом, но при этом, тут надо заметить еще очень интересный фон, начинающийся от общественной фон. Потому что линия обнаженности, линия Ню и линия мира искусства, например, это, собственно говоря, начало сексуальной революции в мире. И поэтому в каком-то смысле эта линия модерна, в принципе, вот идущая и как протест, начиная с Берцли, фактически. И здесь тема уже запретности для европейского искусства и для европейских даже юридических реалий по сегодняшний день, это тема, как ни странно, ни женской обнаженности, ни мужской обнаженности. Берцли, копируя фактически античные источники и несколько гротескно их подавая, задает этот фон. Аналогично во Франции работают французские художники, прежде всего, вот, извините, склероз, не так давно, года три назад, как раз сделал знак, наверное, на тему этого художника. Я тут забыл. Что? Нет, нет, нет. Французский художник, знаменитый, он же писатель, он же любовник знаменитого французского актера. Как кто? Как кто? Вот все, знаешь, ты когда все помнишь, кроме того. Вот. И это, вот это вот линия Берцли. Интереснейшая штука. Все вот эти линии заканчиваются войной. Они заканчиваются фактически, там, в 39-м году. Для Советского Союза 41-м. Почему? Потому что возникает в связи с совершенно не имеющими отношения, не боже мой, к искусству, вот, совершенно банальными, житейскими, имущественными, прежде всего, ну, денежно-хлебными проблемами, возникает тема правильных и неправильных отношений между мужчиной и женщиной в Советском Союзе. До 41-го года этой темы вообще не было, все отношения были правильными. В 41-м году, когда появляются первые убитые на войне мужчины, возникает эта тема, потому что становится понятно, что офицерский аттестат никому не пришлют. Официально эти люди никак не связаны. И вот эта тема в послевоенное время очень ярко сформировала такую достаточно, ну, вот, в пределах одной шестой части службы, в остальной части мира, не знаю, довольно ханжескую среду. И, где-то в 60-е и 70-е годы, фактически вместе, как это ни странно, ну, синхронно со всем миром, революция, вот, студенческие волнения в Саргоне, 68-й год, вот, революция хиппи, опять возникает тема обнаженности, как тема протеста. И вот тут вот, очень интересно, Харьков опять же выступает, потому что в Харькове появляется, с одной стороны, в Харькове эта тема оказывается одной из интереснейших в вариациях Кулькова, которого, к сожалению, здесь не представлено, но зато представлен на Харьковской набережной в галерее Вова Таня, и там эта тема разыграна, вот, показано как. И его же современники, причем, на самом деле, поколенно все-то дружили, и ходили друг к другу в гости, а вот, это тема группы «Время», фотографической группы «Время». Рубина, Михайлова, а это, а это все, это, собственно, один и тот же групп, собственно, в группу «Время» входили Рубин, Михайлов, Павлов, Малеванный, да, вот, вот эта тема, Солонский и Пятковка. А вот, Пятковка, ну, как бы, ну, из младшей части группы «Время». Вот, и вот эта тема, где обнаженность рассматривается как протест. Может, в Советском Союзе, вот, 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 как бы, они первые заявились. Секса не было, да. Не было секса, следовательно, не было и эротики. Как бы, настоящий строитель коммунизма должен был найти, и вот там вот есть замечательные тексты. С одной стороны, как бы, ну, живя в те же 70-е годы, я понимал, что все есть, и у меня этой проблемы не было. Эта проблема была где-то. Но выставить это, очевидно, было не очень возможно. Да и не выставлялось. Ни на одной областной выставке я не помню такого союзника. Вот. То есть, вот эта вот тема протестная, она, как бы, просуществовала до конца советского времени. И в 90-е годы благополучно, когда выяснилось, что можно все, и не только у нас. А оно же дошло во всем мире, потому что, надо же заметить, вот, «Плейбой», журнал, который был в Штатах, но там была та же самая история, что и в Советском Союзе. И в «Плейбое» печатали фотографии обнаженных девочек, и публиковали антивоенные статьи, статьи против войны во Вьетнаме и Карибе. То есть, вся та же самая ситуация. Культурно это один общий мир, в этом смысле Харьков... И публиковали Набокова, нужно тоже вкатить. Ну да, и публиковали Набокова. И те, кто нахарактеристы. И вот, в тот момент, вот, эта линия продолжалась до, фактически, середины конца 90-х годов. И в конце 90-х годов произошла полная легализация всего. И когда уже в рекламе, то есть, в весьма коммерческих вещах, «Версачи» публикуют рекламу коллекции «Версус Версачи», это коллекция очков, да, где голые мужчины, ну, единственная одежда, ну, считает, что уже одеты. Вот. Все это является к концу, фактически, вот этой протестной линии жанра. И сегодня жанр возвращается в академическую струю. Он оказывается все тем же академическим жанром. Никакого протеста усмотреть в нем уже нельзя, по той простой причине, что и выразить в нем нельзя. Общественное мнение, когда видеть нечто однаженное, ну, я не соглашусь с уважаемым Александром Селудовым, с чем шило, что сегодня естественная форма — это галстук. Галстук — это естественная форма прошлого столетия. Потому что, когда я был юношей или там ребенком, то одежда обязательно была вот за столом. Вот хоть рубашку надо надень сегодня, это уже как бы традиционно далеко не во всех ситуациях. А на улицу можно выйти в коротеньких шортах, например, мужчин, что было неприлично, вот еще не так давно. То есть сегодня однаженность уже никого не удивляет. Более того, тело потеряло естественность, как объект. Но тем не менее, людей на выставке намного больше, чем на любой другой. Что? Людей на выставке намного больше, чем на любой другой. Это уже другая тема. Это друзья красиков. Это друзья красиков. Во-первых, да, это пиал. Это красиков. Вот. А с другой стороны? Тут понимаете вы, какая вещь? Причем молодежи намного больше. Да, да, наверное. И я думаю, Михаил Михайлович, что-то не причем. А, матас молодежи, это другая история. Молодежь сегодня. Вот я удивлялся, потому что, ну, такие выставки, посвященные разным, ну, скажем так, историческим, в общем-то, персонажам. Потому что вот Куликова уже нет в живых, да? И для молодежи это исторические персонажи. Это там Вагрич вообще нет. Или здесь. Опять же, ну, когда мы говорим там о Серебряковой, когда это историческая линия все-таки. Но молодежь сегодня вот очень специфическая, надо заметить. Ребята бегают и интересуются этой историей. Во-первых, нет другой истории, есть только эта. А во-вторых, сегодня вот, когда говорили там о постмодернистской вот этой вот ситуации, нет же ничего, кроме истории. А переться-то не на что. Поэтому это немножко другая сторона. Опять же, ходит не вообще молодежь, а молодежь совершенно определенная. Но тело при этом, как нечто, оно потеряло естественность. Оно, с одной стороны, как ни странно, будучи обнаженным, закрыто гримом, как в Мулен Руш. Да? Там вот стоят обнаженные девочки, танцуют, но там слой грима такой, что они уже не чувствуют себя обнаженными. Это все на себе носить приходится. А с другой стороны, оно само потеряло естественность, потому что есть там силикон, еще чего-то. То есть туча косметических вещей, где тело представлено уже как инструмент, как предмет деятельности. А для носителя этого тела, это инструмент, с помощью которого может туча методик, когда можно подкачать то, накачать это, сделать то-то. То есть тело уже не воспринимается вот в некотором сакральном ключе, и в этом смысле нет ни запрета, ни сакральности. Есть инструмент. И это уже совершенно другая эпоха и для жанра. Потому что будут возникать какие-то другие проблемы, которые будут раскрываться. Все, что я могу сказать. Тут еще очень важный момент. Потому что жанр как бы вернулся в традиционные академические рамки, я имею в виду академические учебные рамки. Ну это да. Но при этом вот сегодня мы можем констатировать резкое падение уровня. Резкое падение уровня. Вот почему? Потому что утрачены традиции. Утрачены традиции вот этой вот самой академической школы, с одной стороны. И с другой стороны утрачена традиция вот того, ну то, что ты называл протестом, а вообще говоря, это ведь линия, которая восходит к авангарду. Везде здорово. Вот. И вот вся вот эта, так сказать, практика работы с формой, которая к убийствам уходит, к новому валету и так далее. Вот это в 20 век стало своего рода традицией, сегодня эта традиция тоже ушла. И это тоже проблема. Потому что строго говоря, она вообще-то должна встроиться в рамки академического образования. И кубистическим взломам надо учить точно так же, как там пластическая анатомия, академическая... Я думаю, что нам еще надо для того, чтобы втягивать эту тему полностью в обсуждение, всем дружно переместиться на эту выставку посткубизма, которая в Камине происходит, и которая открывалась тогда же, когда эта выставка и Куликовская. Ну, я уже просто физически невозможно попывать в трех местах, поэтому я туда не дошел. Ну, тут ситуация какая, что да, я с тобой согласен. Это вообще жанр нему, грубо говоря, хотя мы видим много живописи, это жанр рисовальный. Без рисунка, тут живопись подчинена рисунку. Без четкого, жесткого рисунка. В этом жена и делать нечего. Потому что, как бы мы ни баловались с цветом, но нет... Анатомия, да, говорите, да. Даже не анатомия, а конструкция, там отношения... В обнаженке там просто виден уровень курса, уровень мастерства. Да, 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 я согласен. Да, да, да. И вот это сегодня есть одна из острейших проблем. По большому счету. Обнаженка, она в ножи, все. Все, все, все. Обнаженка, все. Так, я думаю, что надо еще дать слово нашим художникам. Саша, пожалуйста, в мире. Ну, тут уже много говорилось, вот, и я, наверное, ничего такого не добавлю, тем более, опять же, таки Михаил Михайлович умеет поймать как раз птицу в сети и потом только сказать, что ты должен выступить. Я, конечно, слушал, слушал много, со многим согласен, вот, и, как бы, что-то, но я, прежде всего, график. Для графики вот Александру, как раз выступавшему, сейчас я очень благодарен, что он меня поддержал, что все-таки очень важен рисунок, очень важно, как бы, вот, знания и анатомии, и прочее, ну, прежде всего, отношения. Я, это не моя тема, в большей мере, но я нервнодушен, как художник к этому, Жанну, все-таки я скажу, да? Значит, и возвращаясь к наследию, как бы, нашей сегодняшней именинницы, которой мы с ней собрались в этом зале, Зинаида Евгеньевна, значит, прежде всего, она, как бы, автор многих своих автопортретов, и вот, как оказав ещё себя и обнажённой, как бы, в обнажённом виде, вот, она тем самым, как бы, обнажила свою душу ещё более, чем через автопортрет не обнажённого характера. И это, конечно, и подщёркивает, подщёркивает такую величину, в общем-то, что будет, в принципе, до неё никто этого не делал. Есть у меня что-нибудь покаяться в том, что я слишком поставил себе, я отнимусь ещё в прошлом году к этой теме, но, к сожалению, в этом году я работу свою не закончил, потому что я артист, и как-то так, очень, большую планку для себя просто поставил, тем более, как бы, работа и персональная выставка, которая была у меня летом, была юбилейная, я не в состоянии буду, чтобы как-то сделать. Тем более, опять-таки, если бы была тема, была моя, я бы, наверное, всё-таки постарался это сделать. Ну, а так, как-то всё-таки, я надеюсь, что когда-нибудь ещё, в общем-то, эта работа будет. Я представил на выставку ретроспективу своего творчества по данной теме, ну, я думаю, что живёт в Харькове, это будет, ну, конечно, да. Спасибо. Так что, благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я попробую немножко по-другому подойти. Я попробую к нему одеть. Да. Почему? Потому что здесь много женщин, они поймут неправильно. Нужно писать не тело, а портрет тела. Только так, в какой-то подход у художника. Если этого не будет, не будет ни поэзии, ни будет тайны. Вот посмотрите, как человек пишет словом портрет. Это не нему. Лена Костенко написала вёш, мати називаються. Вона была красунья с Катериньки. Було уже в ней п'ятеро же вас. Купляла вам мастинчики за гривень. Топила печь. И поралась грязь. Вона ходила в церкву. Звісно, надо гладиться. Гладущики сушила на пену. Вона была хороша молодеця. И мала нею. Гарну и чутну. У те часы страшные, аж вала хатя. Когда в степах там кто не малювал. Вона хотела, чтобы они в хате. На стеле небо кто-то не малювал. Устанешь в ранце. Глянешь в ранку. Хочется летать. В ночи заснешь у мужа на плечи. И мали ратаконы питать. Кругом. Рачи, таси, таси. Приходил, уваживши ту мрію невовижную, приходил в небо малювати шляху. Вона сказала, перестань, бо вишину у тебя, каже, небо, як селях. Якийсь художник, уроки голодні, забрався небо малювати за харчі. У него пензли пологодні. Став на слім. Отцом урагачий. У него и хмари вигнали зіями. Хоча уже и солнце пламенте. Он сказала, ні, вы не смейте. Звезайте, каже, небо не така. Вонятым небом у тихоти марала. Вона была така ще молода. Та якось так. То ими знайшлося маляра. Уже якось так то горе, то біда. І ви цвітали писані тарелі. І батько плакав. І полови роки. Коли над ней не було життене, А тільки небо, небо і зірки. Мені каже, це дуже хороший вивод. І заключит. Думаю, що-то із зала хоче вискосуціалу. У нас там Михайл... Вадим Колтун, Гене там бродить. І Атем Глушич. Да. Вадим Колтун. Есть, нет? Вадим Колтун. Есть? Есть. Вадим Колтун. Да. Ну, пододайте теперь сюди. Вадим. Ми хочемо вам вручити, як лауреату награду. Давайте попривістуем. Аплодайте. 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 Ваше весне слово. Все-таки об этом ж. Задовість. Вы знаете, я вам честно скажу, я прибежал сюда с температуры, я понимаю, что больше значит выставка обнажённая на дуэль. Вопрос, как мы смотрим на это со стороны мужчины, да? Сразу температура поднимается. Ну, где-то поднималась, а не упала. Спасибо большое за этот календарь. Я вообще благодарен этому обществу за то, что я сюда попал. Наверное, если бы не собрались, я бы не притянул. Но и этой выставке этим организатором Михаилу. Конечно, с такими товарищами мне в слове соревноваться бессмысленно. Но вот я с удовольствием слушаю то, что говорят. Поэтому лучше я им предоставлю слово. А сам где-нибудь уголочек. Хорошо? Ну, не убегайте. Спасибо. Спасибо. Я, может быть, немножко не в тему, но я такие маленькие... Ну да, вышли о них. В 70-е годы лекция по истории искусства. Кубанский государственный университет. Огромная аудитория амфитеатра. Завешенные черные шторы и диапроэктор. И там мы изучаем образ. В это время открывается дверь. И чей-то командный голос с визгом. Что здесь происходит? Немедленно включите свет. Что это? Преподаватель в шоке говорит. А что вы вызываете лекцию? У нас плановое занятие. А что там? Репродукция картины. Что это еще такое? А кто вы, простите? Я проректор по административно-хозяйственной части. Завтра. Завтра. Так. Ю. Выдохнули. Второй осколочек. Когда я узнала, что будет выставка, говорю своим судейцам. Ребята, готовимся. Ну. Половина отказывается. Говорит, чтобы выставить, это надо иметь такое мастерство. Это надо быть настоящим художником. Нет, мы не готовы. Чудная Женечка Турута. У нее потрясающая в батиках серия «Африканские женщины». С ума сойти. Я говорю, неси это вот по серебряковской тематике. Марокко прямо. Ну вот оно просится. Нет, мне надо будет художники. Я это не помогу. Нет, все. Рассказываю маленьким деткам. Благо, у меня от малышей до 80-летних возраст попадает. Я говорю, слушайте, может быть, вы примете участие? Дети среагировали потрясающе. Первая работа – рука. А что будет дальше? А дальше будет, кнопка говорит мне, Велиндорская Венера. Откуда ты знаешь? На-то, ну что вы, разве я не изучал историю искусства? И как завершение, еще детюшка чуть постарше говорит, вы понимаете, мы не сможем, чтобы передать красоту обнаженного тела, я должен влюбиться, я должен знать, кому нарисовать. У меня такого нет. Все, вот моих три осколочка. Я добавлю маленький сюжет. Лунев, всем вам хорошо известный. Вот однажды он тоже показывал, чуть ли не Рубинса, ну что-то вот такое, это были, правда, еще 50-е годы или самое начало 60-е. И тоже директор открывает дверь и видит это, ну, репродукции, конечно, там были, да, и в ужасе, даже не директор, это не директор был, а, ну, то или завуч, то или просто даже какой-то преподаватель в ужасе вбегает в учительскую и фраза. Та він їм там голых баб показывает. Ну, то есть, представление о таком опорнографии, вот, совершенно четкое. То есть, крайне, что искусство... Ну, что касается всяких воспоминаний, но одно из любимейших, вот, как у меня когда-то детки реагировали, ну, а, у меня курс назывался вообще ДИКО, потому что это, там, деткам от 3 до 5, до 7 лет, значит, читается курс истории искусства. Вот, само по себе безумие, потому что, ну, лекцию считать бессмысленно. Вот, в результате пришлось играть на всякие разные сюжеты, ну, и смотреть картинки, потому что идет, там, греческая мифология, соответственно, картины разные. Дети на это реагировали абсолютно, вот, для них это не было неестественно. Попался один ребенок уже постарше, так вот, с Толикой дворового воспитания, начал хихикать. После вопроса о том, а в душу ты себя как видишь? Все, хихи прекратилось, ну, всегда. Но, в принципе, вот, вот, детки реагируют очень правильно на это. Естественно. Естественно, взрослые сильно плохо не правят. Добавлю вас в контакте. У вас уже затронули эту тему детей. Когда я принес свои работы, две сюда, на выставку, мне помогала внести работы моя дочь, которая 14 лет, девочка. Никогда, так сказать, мы близко на эту тему, если не разговаривали, как-то так, если, как само собой разумею, если есть, вот, искусство, она наблюдает, но, так сказать, вот, обнаженную натуру, напрямую, и когда я смотрю. И вот мы зашли сюда, вы помните, да, работа расставлена. И мне была интересна ее реакция. Совершенно естественна, натуральна, она восхищалась, она красивая, и достойна, то есть, здесь действительно достойно все представлено. Правда, за исключением, вот, работы, которые нас смущают всех, там, за угол, вы знаете. Которая? На мальчику, конечно. А, где молодой человек. Да, молодой человек, неизвестно, что он там делает. Да, так вот, я вижу, как она за угол и шарахнулась. Я глянул, я ее понял. А в остальном все хорошо. Дети, они чистые, когда эта чистая присутствует, высокая, так сказать, высокая, действительно духовная, вот это, что здесь есть представлено, в 99% и более, вот это есть как раз показатель. То есть, я тогда сказал, что для художника это является тестом высшей пробы, вот, изображение натуры обнаженной. Вот это как религия, как что-то высокое, святое. Вот для меня так, например. Я только так отношусь. Мне кажется, что это связано как раз с тем, что, как сказала Наталья, очень важно влюбиться в натуру. Художник, в принципе, влюбчивая в натуру. И если, а человеческое тело, как ни крути красиво, как небо, как, ну, лес, лес, в любом случае. И это вот поэтому это вечное тело, потому что это красиво, никакую бы оно форму не имело. Ну и, конечно же, связано с внутренним миром своего художника, потому что невозможно обнаженную натуру рисовать, не влюбившись. Мне кажется. Укей, тебе это слово. Я хотел сказать, что меня очень заинтересовали несколько моментов. Я, ну, поскольку, так сказать, в начале, так сказать, более вольный, более, что сказать, общий. Я хотел просто буквально в тот же раз, вот, мы обогащаем, да, наше, так сказать, информационное, более конкретными примерами. Два примера привести. Один связан с вот той самой выставкой в Национальном Союзе Художников Хайковской его организации, в Доме Художников, проще говоря, на Дарвина, по-моему, это было где-то в мае-июне 2015 года. Была большая выставка, и вот абсолютно, я соглашаюсь со словами Владимира и те, кто с Владимиром прежде согласились с Александром Силовичем, это была вот какая-то совершенно особая выставка в том смысле, что я после этой выставки поменял отношение ко многим художникам, которые на ней были представлены, вероятно, идея организатора выставки состояла в том, что все должны, ну, так сказать, возможно, ломая себя, так сказать, наступая на горло своей какой-то более удачной песне, своему творчеству, произвести какое-то усилие и выдать вот это самое искомое нюх, раз этому посвящена областная или республиканская, так сказать, формулировалась эта выставка. И это было совершенно, хотя вот удивительно, на этой выставке есть много работ, которые побывали на ту. И в основном это вот эти учебные студии студентов монументальной живописи, вот это, вот это и так далее, даже вот этот автопортрет молодой художницы, ну и кое-что другое. Ну вот что любопытно, там было то, что, ну, как бы, словом, порнография была бы очень лестно. Настолько этическая, вот, как бы, да, насколько этическая, профессиональная и этическая, ну, как бы, нутро некоторых художников было, так сказать, на этой лакмусовой бумаге проявлено, что, ну, это действительно какие-то метаморфозы, которые вряд ли бы жанр автопортрета дал, между прочим. И вспоминает ли в прямом, переносном смысле? Да, то есть она была вот как бы, хотя там были какие-то, то есть то, как люди себе представляют даже не тело, а ситуацию вокруг тела, потому что там были работы, которые, ну, хотя и одну фигуру включали, но они были по-своему жанровые, сюжетные, они, как бы, обнаженка их уже, так сказать, не назовешь только лишь. И поэтому это было, конечно, очень запоминающимся опытом. А годом ранее, летом 2014 года, проходила в одной, уже к счастью, не существующей Харьковской галерее, выставка тоже обнаженной натуры. Но это была более цельная, более качественная подборка авторов, которые вместе собираются уже много лет, вероятно, и одной тоже натурщицу неизменно, каждую неделю или, может быть, как-то реже, изображают. И там было очень много работ в разных, в основном, графических техниках, посвященные вот одной натурщице, даже не просто вот этой теме, как бы, узкой. И что характерно, поскольку галерея частная, а заведовала этой галереей, ну, такая авантюристка, мягко говоря, в то время, то она произвела такой интересный социальный, можно так сказать, социокультурный эксперимент. А можно ли в Харькове сделать платный вход на выставку? Оказывается, можно, если это выставка обнаженной натуры, а не натюрмортов, так сказать, плоды, там, сбор урожая или что-то такое, или мартовские, так сказать, там, мимозы, или ландыши майские, оказывается, можно. И затем эксперимент был продолжен, насколько можно увеличивать эту, так сказать, составляющую. Ну и, наконец, кульминацией стала идея провести мастер-класс. Для всех желающих, без исключения. Ну, я просто вот ради, так сказать, действительно тоже какого-то спортивного интереса прошелся в тот день по этой улице. И, ну, по-моему, кроме художников только одна дама откликнулась на призыв поучаствовать в этом дорогостоящем мастер-классе, но таком открытом для далеко не профессиональных людей. Ни одного мужчины не было среди зрителей и участников потенциальных. И молодежь тоже как-то не была представлена. Поэтому мы видим, насколько это все, так сказать, подвержено различным манипуляциям этой темой, насколько на самом деле актуальны вот эти суждения о том, что такое красота, что такое обнаженное тело. Я полностью согласен с Александром Юхтман, что сегодня неестественным является все, что угодно. И чем, так сказать, это открытие, тем, наверное, это естественности уже психологически как бы больше. Но, с другой стороны, и вот эти завхозы высших учебных заведений, других институций, они тоже имеют место быть. И наша любимая директора Харьковского художественного музея Валентина Васильевна Мозгина, она до сих пор с какой-то неподдельной гордостью вспоминает один из ее, так сказать, трудовых подвигов начала 90-х годов, когда на тот момент уже классическая для мировой культуры Харьковская школа фотографии сделала такую санкционированную, абсолютно санкционированную вылазку пространства местного художественного музея, перед этим совершив, ну, как вы понимаете, существенное турне по различным городам и весям, где, в общем-то, расставляются какие-то точки над и в искусстве, скажем так. И когда в качестве аргумента в очередной раз, я видел это на экране документального фильма, посвященного этим событиям, было сказано, что рядом с фотоавтопортретом Бориса Михайлова из его серии «Я, не я», ну, может быть, кто-то знаком с этим произведением из этой серии, рядом с ним сидела смотрительница, и эта смотрительница оказалась, вот я одну деталь просто забыл, то ли блокадница, то ли участница битвы под Сталинградом, вот правда забыл эту деталь, она невероятно существенна в данном рассказе, но, в общем, одно то, что эта женщина имела сложный героический жизненный опыт, ее присутствие рядом с работой Бориса Михайлова подтолкнуло директора музея к закрытию выставки, посвященной не специально и не только обнаженной натуре. Вот насколько, как бы, вот эта свобода, эти моменты, скажем так, сексуальных революций, перверсий, легализации, так сказать, всего, чего только можно и нельзя легализировать, тем не менее упираются часто в человеческий фактор, в самом, так сказать, буквальном, чеховско-гоголевском смысле этого слова. Володя Шандыба, ты не хочешь сказать два слова? Я бы хотел бы отсюда, знаете, какую бы подвести мышь и к Серебрякову, это будет, если вы хотите, просто в 12-м году, в этом отмече есть фотография, где Серебрякова, Серебрякова фотографируется на фоне своей усадьбы, где муж держит фотоаппарат, дети стоят. Еще я вдруг представил себе такую картину интересную, что сейчас заниматься искусством, иметь хорошую семью, жить, когда в чистом месте, крестьяне приносят хорошую еду, занимаешься искусством. Можно ли сейчас что-то похожее где-то увидеть, или хотя бы стремиться к чему-нибудь похожему? Может, в нескучном через несколько лет такое будет? Да? Да. Через сколько? Я просто хочу сказать, что это один из фантастических примеров... У нас такой проект есть. Да? Это фантастический пример, к чему хотелось бы стремиться. Почему? Потому что прекрасная семья, хорошее место и необъемительное занятие искусством. О нем все-таки расскажешь. И как к результату там висит камертон, парушок, Серебряковский. Конечно, да. А вот что касается Серебрякова, мне просто удивительно другое. Вот Михаил Михайлович, как большой специалист в литературном слое, ему, его литературная вещь, должна больше всего порадовать именно женской эпохи. А обнаженная натура, она в основном радует мужчин. И по этому поводу то, что Серебрякова решила порадовать мужчин с красивыми женскими телами, это тоже достаточно редкое явление восходства. То есть в этом отношении в основном мужчины радуют друг друга женскими образами. Володь, ну тут как бы бабушка на двое сказал. Вообще я думаю, что Серебрякова об этом не думала. В первом тезисе ты был правее, чем во втором. Да. В отношении нее. Для нее просто была постарай. Вот была полная гармония. А эта гармония закончилась именно изображением еще и красивого женского тела. И там потрясающе. Она закончилась в 17-м году. И потом самое интересное, вот у меня даже такая история, что не было судовых телефонов. И вдруг революция. И для нескучного она пришла не сразу. Просто крестьяне прибежали и сказали, Дина, да неплохо было бы свалить, потому что сейчас придут ракомбинтон. Она еще успела нормально отойти. И там действительно разобрали на части. Ну просто представьте себе такую историю. Живешь, все хорошо. И тут вдруг... Ну хорошо, у нас здесь стало сейчас. Нам это же укол. Мы даже не думали, что может война быть. То же самое. Ну, поймите, почему-то не разбирали Избасское, Лутовиново, Михайловское, Тарханы. Их почему-то не разбирали, не разграбляли. Не, так сказать, камня на камне не оставляли. Тут, я думаю, дело чуть-чуть другого состоит. Не в том, что все, так сказать, обрушилось в одночасье. И как бы кто был никем, тот стал очень. Тут все гораздо тоньше, гораздо, так сказать, сложнее. У Беремина есть ирония на князя Ильба Толстого в произведении Т. Где он говорит, что нам военный мир интересно, как сервировали стал мир. То есть там он пародирует современное отношение к старым традициям. Тем, что он из всего творчества Толстого сориентировался только на нюансах, связанных со стольем и с этикетом. И в какой-то степени, ну, я бы хотел сказать, чем характерен героический подвиг Серебрякова, что ей удалось создать хотя бы образ некоторого земного счастья. Можно я тогда процитирую, да? И Олег потом будет завершать нашу объяснение. Там висит вообще эта цитата и висит, естественно, это изображение. При входе. А цитата Александра Бенуа. Это художественные письма. Такое у него есть книга, скажем так. И фраза такая. В этих этюдах ногово-женского тела живет нечувственность вообще. Здесь та нега, та какая-то близость и домашность эроса, которые заманчивее, тоньше, нежели то, что обрек Гоген на Таити. Ну, вот, мне кажется, это очень точные слова, да, о том, что именно Серебряков хотел воплотить в свои произведения. И мне кажется, что в лучших произведениях, ну, в частности, вот, может быть, в работах и Зои Пилипенко, и других авторов графиков наших прекрасных, вот, тоже мы чувствуем такую вот теплоту, домашность, да, эроса. Ну, а, естественно, что мир поисков открыт, да, и, кстати, что касается фотографий, то в наших замыслах дальнейших это, я уже даже провел предварительные переговоры с некоторыми фотохудожниками, это, соответственно, фото, как и, кстати, автопортреты фотохудожников современных. У нас были соответствующие темы, живописные, графические, скульптурные, ну, мне кажется, это интересно и в жанре фотоискусства. Это мы планируем через год. И еще, ну, не через год, а через, там, и несколько лет, если будем живы, естественно. А вот через год я всех присутствующих художников приглашаю принять участие в следующем проекте. Это детские образы, да, глазами художников, поскольку Сергей Коков был великолепным мастером, как вы знаете, именно и в такой тематике. Так что пишите детей, да, и я думаю, что тут уже не будет надписи 16+, да, а может быть, наоборот, как-то вот сюда потянутся все, все возрасты, да. Итак, Олег Коваль, у нас будет заканчивать наш. И детей тоже отхода до нас. Дорогие друзья, значит, ну, конечно, загадок нюх мы все не разгадали, но какие-то поступки к этому мы совершили. И теперь, чтобы этот благотворный эрос, теплый эрос, да, успокоить немножечко, мне кажется, нам стоит перейти к Бахусу и Кулинарусу. Тем самым гармонию восстановить в той ее полноте, которая соответствует сути этого высокого искусства. Ну и самое важное, нам в который раз удалось прикоснуться к высокому искусству Зинаты Сергея Ковальковой. Мы ее помним, любим, и она для нас действительно высокая планка. Не поднимайтесь, подождите. Это еще не все. Я, во-первых, хочу подарить, ну, у нас все художники чем-то уже награждены, но еще те, кто еще не получил наград, получают наши. Саша, спасибо за участие в дискуссии. И, подождите, подождите, у нас еще, у нас еще Рояль в кустах, Владимир Поменко замечательный и его друг Максим Шевчук нас порадует сейчас прекрасной музыкой и авторской тисней. А Ольгу Буянджи, я прошу сюда подойти. Оля, за недоданными билетиками в театр. Спасибо администрации театра Шевченко. Ну, и пока ребята собираются, я хочу вручить наши подарки диплом лауреата и нашу книгу Олегу Шевченко. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, я не буду долго стоять на вашем пути к Бабусу. Я понимаю, какие эмоции, если я надолго вас деду. Мы споем две, если я спою две песни. Мой коллега, студент консерватории Максим Шевчук, мне поможет. Мне кажется, что эти две вещи немножко возвратят нас к парижскому периоду серебряковой, нелегкому периоду ее жизни, в чем-то трагичном. Песня Виктора Леонидова «Сон». Один и тот же вижу сон, он унесет меня без виз. Парижский пригород Медон, Белград и Северный Тунис. Песня Виктор Иванова «Сон». И в этом странном сладком сне чужую вижу я озорю. И тени храма в барбине, и троицу мою дарю. Туда не взять в агентстве тут И лишь во сне попасть до ног Не в стройку, а не в янку Перед заводами Ренол И я там услышу разговор Пардон, маншер, жипа, бля, бус И я гордом лемену Нащупать пробую тот голос А как поймать, как уловить И как мне заглянуть в глаза Им все сумевших пережить И не вернувшимся назад И ни в Москве, ни на Дону Лишь с верой звон колоколов Они несли свою страну Среди чужих болей и злов Один и тот же вижу сон Он унесет меня без виз Парижский пригород Медон Белград и северный Тунис И немножко французского Белград и северный Тунис Белград и северный Тунис Белград и северный Тунис Белград и северный Тунис Ментено, Кедовье, Кедовье Ревальса, Тавье Леволи тигренстын шатопят в гонс, Божим двигом тютанцем я хватил полнс. Войду не с песка, разносит тоска, И встает власть рост, отчаянье мост. Но в памяти жив, счастливый материк, Он бьет, как прямой, при встрече с тобой. Детский уанс — это юность моя, И то, что свело нас с тобою давно, Скажем мне о чем твои мысли сейчас. Спасибо. У нас, кроме, собственно говоря, всего прочего, Есть замечательный для вас подарок. Мы привезли сегодня с Евгением Алексеенко и Владимиром Гоблиным Воду из того самого колодца, Откуда сто лет назад прала воду семья Лансере Бенуа Серебряковой. И вы можете причаститься к этому святому источнику, Такому Кастальскому плечу. Ну а если кому-то интересуют наши издания, То там, возле входа, можно их приобрести И сделать скромные или нескромные пожертвования На будущий музей Серебряковой. Спасибо. И Брис Акай, 15-го, 15-го, спасибо. Спасибо.